Всем привет! Я вот стряпаю пиццу. Стряпаю я ее сразу много. Это готово. Сейчас покажу, как я еще следующее делаю. Пока остывает я ее в этот лоточек, потом переложу. Вот тесто я делаю на пиццу. Как обычное, квашеное, только чуть пожиже и туда растительного масла наливаю. Тогда оно получается нежное, тоненькое и мягкое. Не такое, как подошва. Сначала тоненько намажем кетчуп. Это делается для того, чтобы потом не спадывала начинка, крепко держалась. И все. Теперь распределяю начинку. Я все сразу смешиваю. Я смешиваю колбасу, там какое-нибудь мяско вкусненькое, перец сегодня положила, красные помидоры. Когда-то грибы кладу, огурцы соленые здесь еще. Все на свой вкус. Сразу с майонезом все смешиваю, чтобы потом не заморачиваться. И еще можно оливки порезать или маслины. Да, я сегодня не буду, потому что тут и так всего много. Вот. И самое главное, на края все до конца намазывайте, чтобы оно не сухое было. И все сыром посыпаем. И опять же все края хорошо, чтобы не сухо было по краю. Так, ну вот. Сыр я посыпала. Сыру нужно как можно больше делать. И хороший сыр надо покупать, желательно. Ну все, сейчас в духовку. Ну вот, вторая пицца тоже готова. И это большие пиццы. Тут, я не знаю, чуть ли по 2 килограмма. Гораздо выгоднее, чем покупать. И вкуснее. Тут начинку делаешь, как любишь сам. Вот. Тут без маслин, ну и тоже хорошо. Иногда я грибы кладу, иногда яйцо вареное даже добавляю. Вот. Рабочекрестьянская пицца готова. Р coaching. Продолжение следует...